Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 19 июля, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Начать сегодняшний выпуск я хочу с того, что, судя по всему, начинается подготовка к наступлению, давно анонсированному наступлению украинских войск на юге страны. Почему я говорю о том, что подготовка действительно началась? Ну, во-первых, я думаю, все уже знают, все уже слышали, что сейчас в окрестностях Херсона и Новой Каховки усиленными темпами с помощью дальнобойной артиллерии, как ствольной, так и реактивной, уничтожаются склады и системы ПВО противника, то есть Российская Федерация. Более того, там и наносятся постоянно удары по штабам, например, был совсем недавно в Херсоне уничтожен штаб Росгвардии, это такой российский аналог Гестапо, и в Новой Каховке был уничтожен штаб 41-й, если не ошибаюсь, армии, тоже там было убито и ранено много высших офицеров. Кроме того, буквально вчера российские средства массовой информации сообщили о том, что очередным ударом по каким-то штабам около Новой Каховки едва не был убит Сергей Кириенко, это глава администрации, точнее заместитель главы администрации президента Российской Федерации, человек, на которого возложено управление всеми захваченными территориями. То есть, по сути дела, это такой гауляйтер Новороссии, если пользоваться российской терминологией. Вот его едва не убило, собственно, ударами Хаймерса. То есть, надо сделать из этого всего вывод, что работа по вычислению важных целей идет постоянно, и не только работа по вычислению, но и по уничтожению этих целей тоже работа украинскими войсками идет постоянно. И, собственно, они наносят эти удары. Удары, очевидно, очень серьезные, потому что буквально вчера я читал телеграм-канал, связанный с Вагнером, вот этой группой наемников, и они пишут, они очень сильно ругают российские СМИ за то, что российские СМИ преуменьшают опасность, исходящую от Хаймерсов для российской армии. И вот эти вагнеровцы в своем телеграм-канале пишут, что это очень-очень серьезное оружие, и все удары, которые наносились украинцами по целям внутри оккупированных территорий, все они достигали своего результата. То есть, все были... Вагнеровцы пишут, что несколько ракет было сбито. Не знаю, насколько этой информацией можно доверять, но они заверяют, что Хаймерс это в высшей степени опасное для россиян оружие, и что практически все ракетные удары, нанесенные Хаймерсами, достигли своих целей. При этом, правда, вагнеровцы пишут, что самих этих ударов было не так много, что, конечно, наверное, правда, поскольку самих Хаймерсов всего до недавнего времени было 4 штуки, сейчас вот 8, обещают 12, но в принципе, конечно, да, их существенно меньше, чем каких-нибудь установок ГРАД или СМЕРЧ, которых на фронте действуют реально сотни, сотни единиц, а тут просто десятки в лучшем случае. Но в любом случае мы абсолютно точно можем говорить, что да, какое-то наступление, какая-то, что называется, артиллерийская подготовка перед наступлением начала вестись в этом регионе, в этом районе. И чуть ли не самым серьезным подтверждением того, что это действительно правда, стали вчерашние или даже сегодняшние, наверное, удары по мостам. По Новой Каховке точно вчера, там в Новой Каховке, да, если вы знакомы с географией, там расположена дамба, перекрывающая, собственно, Днепр, в этой дамбе электростанция, и там небольшой есть шлюз сбоку от этой дамбы, шлюз шириной метров, наверное, 15-20, по нему могут проходить не самые крупные корабли, но могут. И вот над этим шлюзом перекинут мост. Мост, соответственно, тоже длиной, там, 20-25 метров. И сообщают российские источники, что, собственно, по этому мосту был нанесен вчера удар, видимо, тоже ракетами «Хаймерс». И, помимо этого, били украинцы по системам ПВО, которые расположены неподалеку. То есть, бьют одновременно и по самому мосту, и по системам ПВО, которые этот мост защищают. Таким образом, а, и помимо этого, в Антоновском мосту, который самый, как бы, главный мост, соединяющий право-бережно-левобережную Украину и правый-левый берег Днепра в Херсонской области, это надо подчеркнуть, по этому Антоновскому мосту тоже были нанесены удары. Я не знаю, «Хаймерсы» это были или это была обычная артиллерия, скорее, все-таки «Хаймерс», потому что это довольно далеко от украинских позиций. Но там образовались дыры размером примерно, ну, не знаю, сантиметров 70-80 в диаметре. То есть, это, конечно, абсолютно очевидно, недостаточные удары мощности для того, чтобы этот мост разрушить. Дыры достаточно легко заделать, тем более видно на фотографиях, на видео этих дыр, там внутри арматура, то есть, мост железобетонный, его раскрошить, разломать не так-то просто. Нужны, конечно, гораздо более серьезные удары, чем просто ряд ударов «Хаймерсами». Но, если таких ударов будет много, то, наверное, все-таки раздолбать этот мост можно. Тоже касается и моста в Новой Каховке. В Новой Каховке еще интересно то, что мост совсем малюсенький, он коротенький, вот 20 сетях метров. И, я не знаю, наверное, если приложить определенные усилия, то его можно сломать. Но, тут есть проблема, есть риск попасть по гидроэлектростанции, расфигачить вообще всю эту дамбу. Если это сделать, тогда, извините, Херсон, скорее всего, вообще смоет. Вот, это, конечно, было бы уже, типа, ту матч, слишком, я думаю, что до такого дела доводить никто не будет. Но, вообще, надо сказать, что удар по мосту в Новой Каховке, это абсолютно ювелирно. Обычная артиллерия на такое не способна, скорее всего, это был либо управляемый снаряд для Гаубит 777, М777, либо Цезаря. Либо это был удар, собственно, Хаймерсами. Ну, и смотрите, я тут хочу немножко поспекулировать на эту тему, предположения некоторые сделать. Мне кажется, они разумными, но судить об их разумности, конечно, вам. Итак, мост уничтожить реально сложно и реально дорого. Мосты делают специально из самых крепких сортов бетона, самого крепкой арматуры, как раз для того, чтобы служить очень-очень долго и чтобы их было тяжело сломать чем бы то ни было. Тем более, вы понимаете, что сама по себе река, это тоже очень большой напор воды, это очень большие силы действуют. В общем, чтобы река не сломала мост, мост делают из всего самого наилучшего, что только есть в распоряжении тех или иных людей. Вот, например, россияне уже довольно давно пытаются разломать мост через Днестровский лиман железнодорожный, по которому, в числе прочего, кстати, идет зерно на экспорт в порт Измаила. Но они по этому мосту бьют крылатыми ракетами, и ониксами, и калибрами, и чем-то там еще лупили. Много попаданий по мосту, но мост стоит, он еще не разрушен. То есть, в принципе, я даже думаю, что сейчас вроде бы им временно перестали пользоваться соображением безопасности, но вообще-то говоря, его немножко подлатать, и можно опять ехать по нему, никаких проблем. То есть, удары вот таким вот оружием высокоточным, крайне дорогим по мостам, это, в общем, экономически такая себе странная затея. Может быть, она и случится, то есть, она может достичь успеха только в том случае, на мой взгляд, если по мосту будет нанесен удар какой-то очень тяжелой ракетой. Ну, например, вот как россияне используют там вот эти Х-101 или Х-101, там у нее заряд, по-моему, целая тонна взрывчатки, а эти ракеты создавались для того изначально, чтобы топить американские авианосцы. Вот если тонна взрывчатка прилетит в мост, ну, наверное, да. Либо, вариант, есть вот эти АТКАМС, американские ракеты, которые бьют на 300 километров, у них боевая часть существенно больше, чем у обычной ракеты для Хаймакс, поэтому я думаю, что, в принципе, такими ракетами тоже, наверное, разрушить мост было бы. Можно вот этот Антоновский или мост в Новой Каховке. А, кстати, там еще не надо забывать, есть еще железнодорожный мост через Днепр, тоже, по-моему, Антоновский, но Антоновский железнодорожный, он не автомобильный. То есть, три моста, и для того, чтобы Украина смогла себе обеспечить выгодные условия для наступления на Херсон, все эти три моста должны быть разрушены. Ну, или как минимум два из них, чтобы создать, создавать, так сказать, пробку на около оставшегося единственного моста. Что тут, как мне кажется, можно сделать? С одной стороны, есть, знаете, какой вариант. Можно по мосту бить, для того, чтобы ее разрушить, в тот момент, когда по мосту будет ехать, например, состав с боеприпасами. Да, чтобы, так сказать, ракете, изначально стреляющей по мосту, помогли боеприпасы, которые везет, не знаю, грузовик или железнодорожный состав, лучше, наверное. Даже, чтобы было много взрывов, и чтобы там, значит, этот мост все-таки немытьем-то катанием был разрушен. Мне кажется, это один способ, как сделать так, чтобы, как его разрушить. Второй способ, как мне кажется, это бить долго, постоянно, дальнобойной артиллерии. В принципе, артиллерийские снаряды, они не такие дорогие, как, скажем, те же ракеты Хаммерса. Поэтому артиллерийскими снарядами можно вот так долго, уныло, усердно лупить, лупить, лупить и все-таки разломать этот мост. Вот, примерно так поступили россияне в Северодонецке. Помните, между Северодонецком и Лисичанском было три моста. Россияне неделями долбили по этим мостам артиллерии, все-таки их раздолбили, разломали эти мосты. В общем, наверное, тоже действенный метод, но для этого необходимо, чтобы линия фронта подошла поближе, собственно, к мостам. И плюс по дамбе в новой Каховке так бить не будешь, потому что если, не дай Боже, сломаешь дамбу, опять же, повторяем, от Херсона ничего не останется, его просто смоют. Еще один вариант. Этот вариант, наверное, можно было бы раздолбать ПВО, которое прикрывает эти мосты, или хотя бы один из этих мостов, то есть противовоздушную оборону там снять, убрать и отправить туда бомбардировщик. Бомбардировщик, если он скинет тяжелую, одну хотя бы бомбу на такую, не знаю, бомбу в 500 килограмм, если он сбросит, то, наверное, мост можно разрушить такой бомбой. То есть, в принципе, это как бы более такой plausible, то есть более реальный вариант, чем бить ракетами, дорогостоящими ракетами, теми, например, которые сейчас используются Хаймерс, потому что в ракете Хаймерса боевая часть всего лишь 90 килограмм. Кажется, 90 килограмм взрывчатки это много, но для моста это немного, это много для нас. Ну и четвертый, то есть, понятно, да, идея, сначала расчистить от ПВО местность и пустить туда самолет, чтобы самолетов не сбили, чтобы летчикам не рисковать, сначала убрать все ПВО, самолет пустить, самолет, скажем, бросит бомбу, и бомба сломает этот мост. Наверное, такой вариант тоже рассматриваются военными. Ну и еще один вариант, который мне пришел в голову сразу так, да, это, опять же, Хаймерсами раздолбить всю охрану этого моста. То есть, нам наверняка сидят какие-то в засаде, какие-то десантники, или я уж не знаю кто, то и охраняют, стерегут этот мост, чтобы к нему не подкрался какой-то десант, какие-то диверсанты и так далее, и не взорвали этот мост. Так вот, по этим расположению этих, собственно, охранников, этих секьюрити, можно, я думаю, тоже влупить тем же самым Хаймерсом, их сначала, так сказать, нейтрализовать, и потом уже действительно туда могут прокраситься диверсанты. Диверсанты заложат, чем хороши диверсанты? Они могут заложить в взрывчатку самые, так сказать, уязвимые места этого моста и взорвать его. Тогда даже не нужно будет там полутонной бомбы, можно там обойтись какими-то десятками, наверное, килограмм взрывчатки. То есть, такой вариант тоже, я думаю, рассматривается. Ну, в принципе, смотрите, наверняка есть еще какие-то варианты разрушения этих мостов, которые не такие очевидные, как вот я сейчас сказал, и, возможно, есть какие-то варианты, которые знают только какие-то суперкрутые военные профессионалы. Я не знаю, может, подводную лодку какую-нибудь тайно подогнать, или там какие-нибудь с вертолета сбросить, что-нибудь такое эдакое, бог его знает. Но одно тут абсолютно очевидное. Очень важно сейчас отрезать относительно небольшую российскую военную группировку на правом берегу Херсонской области, правом берегу Днепра, в правом бережье Херсонской области, которая, собственно, сейчас контролирует Херсон и его окрестности. И если эту группировку отрезать от левого берега, откуда идет все снабжение, откуда вообще основные силы Российской Федерации, тогда уже будут созданы хорошие условия для наступления украинской армии, собственно, на правом берегу, на вот эту отрезанную группировку. Это особенно, конечно, важно в плане снабжения, потому что российские войска в Херсоне абсолютно все получают сейчас... Херсон на правом берегу, я напомню, да, они получают все с левого берега. Днепра, там, где находится, например, въезд в Крым, да, там вот где Мариуполь, там где Мелитополь и все прочее. В общем, если их отрезать от этой основной части оккупированных территорий, то у этих войск российских в Херсоне возникнут очень серьезные проблемы. Если уничтожить вот этот Антоновский мост, железнодорожный мост и вот этот переезд через Дамбу в Новой Каховке, то сообщение, в общем, остановится или будет сильно затруднено, очень сильно затруднено. И таким образом российские войска, находящиеся на правом берегу Днепра, останутся вообще без припасов. Я так понимаю, что можно будет возить, конечно, какие-то припасы кораблями, судами с левого берега, но это дорого, это опасно, потому что Хаймерсу не составит большой проблемой попасть по кораблю, который перевозит какие-то военные грузы. Это вообще делается без проблем. И чем это вообще чревато, такое отрезание вот этой правобережной группировки российских войск от левого берега? Ну, во-первых, моральный дух. Ну, помимо того, что, конечно, без припасов они останутся, моральный дух очень сильно упадет. Моральный дух у них и так низкий, потому что, вы знаете, их перебросили через реку, и за спиной у них взрывают мосты. Конечно, немножко страшно, потому что ты стоишь против всей украинской армии, без снабжения, без возможности отойти к своим на левый берег, и, конечно, начинаешь немножко пугаться, бояться своего будущего, своих каких-то перспектив. При этом ты понимаешь, что на корабле тебя тоже не вывезут, потому что корабли тоже точно так же обстреливаются. В общем, немножко начинаешь волноваться. То есть, брошенно себя чувствуют российские солдаты, которые остались там на правом берегу, особенно когда мосты эти будут все-таки разрушены. То есть, фактически, надо понимать, что россияне таким образом, когда будут разрушены эти мосты, россияне окажутся на острове. Сзади у них будет Днепр, спереди украинская армия, и еще, можно сказать, слева у них будет Черное море. Все, деваться больше некуда. Кругом либо вода, либо украинская армия, и как тут отстреливаться, отбиваться, не очень понятно. Фактически, они окажутся, как на острове Змийный, только, ну, уже, знаете, еще отличие от Змийного, главное будет в том, что вокруг них будет еще крайне недруженность, дружелюбно настроенное население. Потому что жители Херсона, конечно, в основном, ну, по большей части, конечно, люди патриотически настроенные, и они, россиян, не слишком жалуют, и помогают, естественно, украинской армии всем, чем могут наступать и освобождать украинскую территорию. Знаете, сейчас я смотрю на всю эту ситуацию, так, со стороны немножко, да, и мне кажется, может быть, я слишком предвосхищаю события, не знаю, но мне кажется, что Россия через некоторое время объективно просто, по объективным причинам, а не по каким-то там субъективным, будет вынуждена просто совершить еще один жест доброй воли, как это было на острове Змийный, и все-таки уйти из Херсона, из кровобережья Херсонской области. Потому что удерживать эту территорию, удерживать этот город для России, для российской армии, будет, во-первых, либо супер дорого и супер тяжело, либо вообще невозможно, и она его потеряет. Лучше уж, наверное, уйти, так сказать, своим ходом, чем тебя оттуда вышибут под улюлюканье, так сказать, всего мира. И плюс, я думаю, конечно, россияне очень опасаются, чтобы весь этот Херсонский гарнизон сейчас не попал в украинский плен. Потому что россияне очень не хотят, чтобы у украинцев сильно возрастал, так сказать, обменный фонд пленных. Что будет с российским гарнизоном, если он все-таки откажет, они упрутся рогом, скажут, нет, никуда не уйдем, будем держать Херсон любую цену. Окей, ну что получится. Через некоторое время это будет чревато для них окружением, скорее всего, полным. Понимаете, они останутся без припасов, без пополнения, без боекомплекта, без топлива на правом берегу. Все это у них будет на левом берегу, и доставить лево-направо они не смогут. Соответственно, они останутся в очень стесненных, в очень сложном положении. И через какое-то время просто будут вынуждены все в массовом порядке сдаться в плен. И, конечно, это будет не очень весело для российского командования. Чуть более подробно надо, конечно, рассказать о мосте в Новой Каховке. Я сказал, что он относительно небольшой. Он такая малюйская, там 20 метров. Наверное, этот мост, даже если он будет полностью уничтожен и упадет в этот шлюз, его, наверное, будет легко заменить, там какие-то балки положить или что-то. Но, конечно, по временному, такому заменному мосту очень сложно будет осуществлять проезд тяжелой техники, потому что он просто проваливается будет. Там нужен капитальный мост, чтобы тяжелая техника могла передвигаться. Это первая проблема. И вторая проблема. Если этот мост все-таки украинцы решат не уничтожать, я думаю, что очень сложно его уничтожить будет, поэтому, наверное, решат его оставить. Ну, может быть. А может и нет. Не знаю. Но в любом случае, если он останется, то в этом случае перед этим мостом и сразу за ним образуются моментально две пробки из машин, желающих проехать туда-сюда или из людей, которые желают пройти туда-сюда. Потому что все остальные мосты будут уничтожены, он останется одним-единственным и придется, конечно, все, придется ему брать на себя весь грузопоток. В этом случае вот эта площадка перед мостом, площадка за мостом станут идеальными мишенями для ракет «Хаймарса» и вообще для украинской артиллерии. В этом случае, конечно, россиянам будет тяжело. Они реально будут нести очень большие потери при попытке переправиться через этот мост. Я думаю, украинское командование, когда планирует всю эту операцию, тоже имеет это в виду и очень внимательно за этим следит. В общем, тот факт, что украинские войска сейчас активно начали долбить мосты через Днепр. Пока без особого успеха, пока только дырки в этих мостах, но, как говорится, вода камень точит. Стоит только начать. И в результате, конечно, я абсолютно уверен, что в какой-то момент эти мосты все-таки будут раздолбаны, если поставлена такая задача. И это, конечно, это тот факт, который заслуживает очень большого внимания. На мой взгляд, это вообще очень правильное решение. Кто-то скажет дальше. А что дальше? Как наступать дальше? Я думаю, то есть имеется в виду на Крым из Херсонской области как наступать. Я думаю, что будут действовать иначе. Уже не будут наступать через Херсонскую область, через Днепр. Скорее всего, будут с севера идти через Запорожскую область, через мосты, расположенные уже в городе Запорожье и так далее. Придется это делать. По тем мостам, которые сейчас соединяют в Левый и Правый берег в Херсонской области, пройти все равно, я думаю, не получилось бы. По той простой причине, что россияне наверняка их заминировали и при своем отступлении, если они все-таки будут отступать, то они эти мосты сто процентов взорвут. Не получится украинцам наступать из Херсонской области в Левобережье, только разве что проводить какие-то десантные операции, очень сложные, хитрые и долгие. С моей точки зрения, опять же, не профессионалы, Херсон обладает сейчас всеми шансами после освобождения стать, в общем, тылом, который отделен будет от оккупированной территории Украины Днепром, то есть от той территории, которую держат до сих пор российские войска, Днепром. После освобождения Херсон и украинские войска, мне кажется, можно будет отвезти, перетащить на другие, более опасные, более серьезные направления, оставить в Херсоне там небольшой какой-то гарнизон, потому что осуществлять переправу внезапно через такую широкую реку, как Днепр, да еще и в Нижнем Иркечении, конечно, россиянам будет супертяжело, супер, ну почти невозможно. Поэтому там нужны будут относительно небольшие войска, а те войска, которые сейчас стоят в Херсоне, можно будет украинцам использовать на других направлениях. Когда, кстати, надо сказать про новую Каховку, вот я хотел сказать, было бы, конечно, идеально, освободить ее тоже. Почему? Потому что она стоит, проблема в том, что она стоит на левом берегу, да, и поэтому освободить ее очень сложно, невозможно. Но было бы очень классно, потому что именно в Новой Каховке начинается вот этот северокрымский канал, откуда идет вода из Днепра в Крым. Если этот канал будет снова закрыт, это, конечно, будет означать полное, катастрофическое, глобальное, тотальное поражение Владимира Путина в этой войне. И еще один важный момент, который я, можно сказать, чуть не забыл. Если Херсон будет освобожден, точнее, когда Херсон будет освобожден, уже точно, железно можно будет говорить о том, что никакого российского наступления на Николаев и Одессу в ближайшие годы, уже не месяца даже, а годы, не будет. То есть, таким образом будет снят вопрос, снята опасность захвата Одессы, Николаева и всех остальных вот этих городов на юге Украины. Помимо этого, освобождение Херсона станет невероятно сильным ударом по Кремлю и по Владимиру Путина лично в пропагандистском смысле. Потому что Херсон это единственный областной центр, который им удалось захватить в ходе вот этой активной фазы войны, которая началась 24 февраля. В Херсоне очень активно идет сейчас русификация, россиязация, если так можно выразиться. Они пытаются интегрировать этот город полностью в российское правовое, экономическое, политическое, какое угодно поле, гуманитарное тоже не надо забывать. В Херсоне, в его окрестностях назначены специальные гауляйтеры. Там уже вовсю развернулась Единая Россия, вот эта путинская НСДАП. Там действует уже в качестве средства оплаты рубль. Там действуют, работают российские мобильные операторы. В общем, они делают из Херсона такой выставочный образец россиязации украинских территорий, русификации. И если вот этот проект загнется, погибнет, причем погибнет не где-то, а в единственном областном центре, который им удалось захватить за всю эту войну, то всем остальным оккупированным территориям станет ясно, что Россия пришла туда ненадолго. Станет ясно, что освобождение стоит ждать, что оно вот-вот будет. То есть, и самое важное, все поймут, что проект вот этой Новороссии, или как они там называют так или иначе, скоро будет закрыт. И что Украина вернет себе все свои территории, всех своих людей в полном объеме, а не там какую-то частичку, кусочек и так далее. В общем, я даже более того скажу, я не исключаю, что потеря Херсона обернется для Владимира Путина неприятностями уже политического характера. Военные, спецслужбы, которыми он сейчас управляет, которые он бросил на завоевание Украины, будут страшно недовольны, потому что, ну, в конце-то концов они кучу людей положили за это все, да, и так просто взять и отдать, они будут страшны. Ватники, вот всякие там Игори Гиркин и тому подобное публика, они, конечно, настоящий войн на болотах поднимут, потому что для них потеря Херсона будет, ну, вот прям поражение, это как сдача чуть ли не Берлина, для них это будет поражение войны. Все остальное население России тоже начнет колебаться. А так ли вообще победоносно, настолько ли победоносна операция против Украины, как об этом рассказывают с утра до вечера в телевизоре, потому что война, знаете, она полезна для рейтинга того или иного политика, того или иного правителя, особенно авторитарного правителя, только в одном случае, если эта война быстрая и она победоносная. Если ни того, ни другого не наблюдается, то начинаются вопросы с начала у населения, а потом население начинает активно обвинять своего начальника в том, что дурак, бездарь, идиот, втянул народ в войну и войну эту выиграть не может. Против Украины, как мы видим, быстрой войны не получилось уже, скоро уже будет, смотреть, полгода уже скоро будет, как она идет, да, в следующем месяце. Быстрой войны не вышло, с победоносностью тоже проблемы, а особенно если потеряют Херсон они, да, если Херсон, украинская армия все-таки освободит, точнее, когда она его освободит, давайте будем, наставить на том, что это все-таки случится. Так вот, когда украинская армия освободит Херсон, представляете себе, какие вопросы у российского населения возникнут к Владимиру Путина, что это за фигня такая, что происходит вообще, как так, почему, потому что их-то уже приучили к тому, что опять же свой собственный телевизор приучил к тому, что Херсон все, это Россия, им там с утра до вечера вдалбливают в голову, что тут уже все решено, и тут оба, никакая не Россия, представляете себе, насколько это будет ужасно. Вполне вероятное в ближайшее время партия россиянами Херсона станет сигналом о том, что вся эта война, вся эта затея дурацкая идет очень-очень плохо, и что скоро эта война будет россиянами проиграна. И для Путина тут начинается абсолютно неизведанная политическая территория, в которой он никогда раньше не был. Он просто не знает, не понимает, как действовать в этом контексте. Что именно я имею в виду, давайте в следующей части расскажу, сейчас короткий перерыв будет. Продолжаем разговор Иван Яковином. Сегодня у нас 19 июля, это радио НВ. Я в предыдущей части говорил о том, что вполне вероятно и уже, наверное, прогнозируемая потеря россиянами Херсона обернется для российского руководства очень большими проблемами. Дело в том, начинается абсолютно неизведанный, начнется, точнее, абсолютно неизведанный для него период в правлении. Почему? Потому что Владимир Путин вообще никогда ничего по-крупному не проигрывал. Режим его всегда существовал, особенно в условиях высоких цен на нефть, он существовал в режиме от победы к победе. Если победы даже не было, то ее придумывали. Но придумывать победу можно тогда, когда ты контролируешь информационное поле внутри страны. Когда ты выходишь за пределы страны, сталкиваешься с другими силами, которые тебе не подвластны, вот тут контролировать повестку становится сложновато. соответственно изгнание российской армии из Херсона очень сложно будет представить как победу. Проигрывать войны или даже какие-то сражения отдельные Владимир Путин просто не умеет. Он не знает, как себя вести в такой ситуации. Вся его система просто не знает, как быть, если что-то идет не по плану, если что-то сбивается, если кто-то начинает их побеждать. Вот как объяснить, например, населению, что непобедимое, славное, могучее вторая армия мира потеряла свое единственное достижение в текущей войне, вот единственное областное центро, которое им удалось захватить. Они же до сих пор говорят, что крейсер Москва сам по себе утонул. Почему они так говорят? Потому что признать такое серьезное поражение от Украины абсолютно немыслимо. Для этого режима это просто невозможно. Он просто разрушится в тот же момент, если признают, что действительно украинцы утопили крейсер Москва. Поэтому говорят, нет, сам утонул. Но Херсон не может взять и сам с собой вернуться под юрисдикцию Украины. Всем же там уже россиянам объявили, объяснили, что там обычная российская власть. И российская обычная власть, обожающая Владимира Путина, не может сама взять и перейти под контроль Владимира Зеленского. Если вы знаете уход российских войск со Змеиного, отступление, бегство, правильно сказать, российских войск со Змеиного было названо жестом доброй воли, то с Херсоном такой номер не прокатит. Какой еще такой жест доброй воли, потеря крупнейшего достижения за всю вообще войну, за всю военную операцию. В общем, намечающееся вот это наступление украинской армии ставит перед Россией, перед Российской Федерацией и ее властью огромное количество супернеприятных вопросов, на которых у них абсолютно нет ответа. Они не знают, как действовать в ситуации, когда они начнут эту войну проигрывать, а они ее проигрывать начнут. И из-за этого у них сейчас родилась идея, которую они пытаются очень активно продвинуть, но получается, честно говоря, пока не слишком хорошо, хотя есть шансы у них, надо это признать. Итак, смотрите, ответ, какой они нашли на вот эту складывающуюся ситуацию. Они оказались перед вероятностью с весьма высокой потерять Херсон и таким образом оказаться в дураках, то есть оказаться проигравшими в этой всей войне. Что они придумали? Я об ответе их на эту ситуацию подробно вчера рассказывал на своем YouTube-канале, но сейчас давайте и для радиослушателей тоже расскажу. Покороче, правда. Владимир Путин и его люди уже где-то неделю усиленно просят, требуют, умоляют и вообще распространяют идею о том, что необходимо начать срочно переговоры о перемирии. 8 июля Владимир Путин прямо так сказал срочно необходимо и причем сейчас это сделать будет легче, чем это будет сделать потом. Причем он настаивает на том, чтобы это произошло как можно быстрее. Почему? Ну смотрите, российская армия больше не может объективно не может наступать. У нее полностью всякли резервы, во-первых, туда уже набирают всяких бомжей и уголовников. Туда набирают пенсионеров, но пенсионеров я как бы не хочу в одну категорию с бомжами и уголовниками засовывать. Ну в общем, как говорится, не самые крутые воины на свете идут сейчас воевать наемниками в российскую армию. Из-за весьма успешной работы хаймерсов сходит на нет потихонечку главное преимущество российских вооруженных сил артиллерии. Почему? Потому что из-за уничтожения складов артиллерии сейчас становится нечем стрелять. Просто снарядов не хватает. Идет помимо этого планомерное уничтожение штабов российской армии и нефтебаз. Поэтому управлять российскими войсками становится некому. Убивают офицеров, генералов. Это во-первых. А во-вторых, техника остается без топлива. Когда горят все нефтебазы, естественно, отсутствие топлива. Жестокое избиение систем противовоздушной обороны. Вот эти С-300, С-400, Торы, Буки, Панцири и все прочее. Все это оставляет российские войска вообще без прикрытия с воздухом. Сейчас, вот кстати, около Новой Каховки, вероятнее всего, там есть такой Новая Каховка. Там есть место под названием Дачи. Там, собственно, расположены дачи и помимо дачи там россияне разместили свое ПВО. Вот вчера, судя по видео, оттуда обстреливали очень активно эти дачи. Скорее всего, от российского ПВО ничего не осталось. И такую же примерно историю мы наблюдаем и во многих других местах. Все российское ПВО сходит на нет потихонечку. И украинская авиация из-за этого сейчас начинает летать даже более свободно, чем авиация российская, что, конечно, само по себе выглядит как нонсенс. Но да, это так теперь. Пытались вчера сбивать Хаймерсы прямо в воздухе России. Это было над Луганской области, по-моему, было. Город Алчевска. Я не знаю, это Луганская или Донецкая область. Но там пытались сбивать в воздухе прямо Хаймерсы эти ракеты, подняв воздух. Самолеты. Думали самолета пальнуть по этим ракетам и сбить их. Подняли штурмовик Су-34. Я так подозреваю, из-за радара его подняли. У него хороший радар и большая грузоподъемность. И пытались этим самолетом позбивать прилетающие Волчевские ракеты. Кончило все это печально, потому что своя же ПВО приняла этот самый Су-34 за Хаймерс и сбила его. Говорят, что летчики остались живы, но проверить эту информацию невозможно. Самолет героически погиб в борьбе против Хаймерсов, был сбит с собственной авиацией. Хаймерсы, кстати, все снова попали в цель. Итак, армия Российской Федерации постепенно, не сразу, надо признать, не сразу, не льва и все. Постепенно, потихоньку, понемногу остается без резервов, без штабов, без ПВО, без топлива, без артиллерии, без снарядов для этой артиллерии, без другой техники. То есть, все это потихоньку перемалывается. Медленно, хотелось бы, конечно, быстрее. Было бы очень круто, если бы Хаймерсов было там не 15, как сейчас, или сколько их там, да, вместе с 270 МЛРС, а, не знаю, штук 100 хотя бы. Вот тогда процесс шел гораздо более быстро, но хорошо. Все равно он идет, хоть и медленно, но идет. Поэтому наступательный потенциал российской армии потихоньку вырезается, уничтожается, стачивается, как сейчас принято говорить. Не может она наступать. И главная задача для российской армии сейчас, даже уже не только сейчас, уже последний, наверное, месяц, это даже не столько захват Николаева, об этом они даже и не думают сейчас. Им бы Херсон теперь удержать. Это, собственно, и есть главная причина, по которой Владимир Путин, главная военная причина, по которой Владимир Путин просит перемирия. Ну, если он перемирия не получит, то он, в общем, отдает себе отчет в том, что территория, подконтрольная ему, подконтрольная его войскам, начнет сжиматься, начнет сокращаться. И это очень плохо для его рейтинга, в числе прочего. Сейчас он еще может продать россиянам захват Новороссии, как я ее там называю, от Херсона до Харькова, от Херсонской области до Харьковской. Это есть, это под контролем их находится. Он может, если перемирие будет объявлено, там появится какая-никакая линия разграничения, которую все признают, он может сказать, вот это я вам принес в зубах мои, так сказать, волки, я Акела не промахнулся, Акела принес вам добычу. Но, когда это все начнет сжиматься и сыпаться, разваливаться, да, то Путин будет уже выглядеть не как победитель, а как лузер, который не может удержать те земли, те территории, за которые его, собственно, армия провела огромное количество крови, там же десятки тысяч жертв, там 30-40 тысяч, сколько там убитых уже, я что даже со счета сбился. Кроме того, перемирие даст, почему, это, так сказать, военная, военная история и политическая история, по которым Путин нужно перемирие. Во-первых, для предотвращения поражения армии, во-вторых, для того, чтобы представить себя победителем в глазах российского населения. есть еще и экономические соображения. Перемирие даст надежду, хотя бы надежду, я не знаю, гарантирует ли, но надежда точно появится, на снятие некоторых экономических санкций. Сейчас экономическая ситуация в России очень быстро развивается в направлении самой настоящей катастрофы. Нет торговли внешней, из-за этого нет комплектующих для заводов и фабрик, они останавливаются, эти заводы и фабрики, людей выкидывают на улицу, отправляют в неоплачиваемые отпуска, начинаются социальные проблемы, к осени, сейчас все на даче, на отдыхе и так далее, к осени эти проблемы станут в полный рост, в сентябре уже, и начнутся политические неприятности очень серьезного характера. Вся экономика, вся социальная сфера из-за этих, собственно, санкций западных сейчас летит коту под хвост. Высокий рубль курс рубля, низкий курс рубля, и то, и то плохо, потому что нынешняя уродливая экономическая система, которая была создана после фактического выпиливания России из общемирового экономического контекста, она может жить только в очень недолгий период времени, потом она начинает по естественным причинам подыхать, потому что у нее там половины органов, например, нет, которые необходимы для нормально существующей, функционирующей экономической системы. Даже Путин, кстати, вот вчера заявил, что антироссийские санкции, как он выразился, это огромный вызов для страны, что Россию ждут, это цитаты, колоссальный объем трудностей, и что решение этих трудностей, это, цитата, опять же, крайне тяжелая задача. То есть он, он еще, кстати, сказал, что в современном мире невозможно построить огромный забор и посадить за этот забор целую страну, но я тут с ним поспорю, потому что смотрите, забор есть, он уже реально функционирует, этот забор вокруг Российской Федерации, он еще не до конца может быть построен, там еще есть дырки, через которые там какие-то мелкие товарищи пролезают, но забор-то уже функционирует, можно такой забор поставить, Путин не прав, еще как можно построить, но он понимает при этом, что он хоть и бодрится, говорит, да мы справимся, там где наша не пропадала и всякое такое, но он понимает, что ситуация отчаянная, иначе бы он не говорил вот такие слова, как крайне тяжелая задача, колоссальный объем трудностей, огромный вызов для страны, он бы сказал, ну да, проблема, ну мы прям решим, нет же, он уже начинает, видно, паниковать немного по экономическим соображениям, и он врубается, то, что без перемирия, без какой-то минимальной хотя бы нормализации отношения со всем остальным странами мира, российская экономика просто не, ну сдохнет, просто она развалится, уже осенью, соответственно, Путину нужно, чтобы хотя бы те компании, которые сами ушли, без санкций, потому что огромное количество компаний решил, так, мы, Россия начала войну, мы в этом, не хотим никакого отношения к этому иметь, мы уходим, да, нам санкции никакие, никто не объединяет, мы не попадаем под санкции, но мы хотим просто не портить себе имидж, себе репутацию, не хотим в этом участвовать, помогать России хоть как-то в этом крайне неприятном, некрасивом, нехорошем деле, вот он хочет, чтобы хотя бы эти компании вернулись, то есть эти компании, как бы, расчет на чем строится, на то, что эти компании скажут, а, смотрите-ка, перемирие, да, ну, плохой мир, как известно, лучше доброй войны, поэтому новости шикарные, новости замечательные, мы надеемся, что это перемирие надолго, ну и поэтому давайте-ка мы вернемся в Россию и продолжим строить бизнес с Российской Федерацией, то есть, будут такие компании, сто процентов будут, потому что все-таки задача компании не следить за суверенитетом других стран и не отстаивать права человека, а задача компании первая основная зарабатывать деньги, и вот если у них появится возможность зарабатывать деньги в России, они обязательно этой возможностью воспользуются, и я тут даже не в претензии к компаниям, потому что это их функция, это их главная, единственная их функция, это политики и общественное движение, мнение, люди, активисты должны, собственно, бороться за мир и все в мире, всякое такое, а вот компании должны деньги зарабатывать, поэтому у меня, Я, например, даже не поднимется рука их осуждать за то, что они пошли там зарабатывать. Точнее, я могу их осудить, но надо признать, что это их главная функция. Они всегда, бизнесмены всегда будут думать только о деньгах. Так вот, и Путин хочет, чтобы оно так случилось. Но для того, чтобы оно так случилось, нужно это самое чертово перемирие. Если эти компании вернутся, это будет гигантским, огромным облегчением для российской экономики, которая сейчас потихонечку начинает биться в конвульсиях. Потому что ей не хватает буквально всего, абсолютно все в Россию привозила с Запада. Ну, немножко из Китая, но главным образом с Запада. И вот без этого всего ей становится супер-пупер тяжело просто функционировать, поддерживать себя в живущем, жизнеспособном состоянии. В Москве все еще хорошо, все замечательно, но в регионах там все уже гнется, задыхается и загибается, и подыхает. Итак, с военной, с политической, с экономической точки зрения Владимиру Путину сейчас остро необходимо перемирие с Украиной. Об этом сейчас дружно начали выть все российские дипломаты. Даже пресс-алкаше наша любимая Мария Захарова что-то там поскуливает на эту тему. Вчера она, например, наехала на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который совершенно справедливо, на мой взгляд, заявил, что переговоры с Россией возможно будут только тогда, когда она проиграет, потерпит поражение на поле боя, иначе все это опять превратится в шантаж какой-то. Я думаю, Кулеба правильно все сказал, так и есть. Если дать Путину передышку, он подкопит сил и обязательно пойдет на новое, еще более кровавое наступление. Этого обязательно нужно избежать, не давать ему такой возможности. Никакого перемирия сейчас ни в коем случае быть не должно. Однако, надо понимать, что Путин сейчас не просто просить будет о перемирии, он уже начинает усиленные ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры, жилых кварталов и так далее. Мы это видели в Виннице, в Кременчуге, в Николаеве, в Одессе, много где еще. Бьют сейчас прицельно по мирным людям, чтобы, собственно, поселить в обществе страх, недоверие к власти, отчаяние, апатию и желание остановить войну или хотя бы приостановить войну любой ценой, поскольку людям, конечно, ну это и правда можно понять людей, они видят кровь невинных абсолютно людей и их отреб берет. Ну как же так, 21 век на дворе нас просто убивают. Надо быть готовыми к тому, что Россия, к сожалению, будет использовать вот эти террористические методы в ближайшее время на всю катушку. Почему? Потому что очень им нужна эта перемирия. Очень они хотят его добиться и будут из-за этого зверствовать со страшной силой. Готовиться к этому надо, морально быть. Я, конечно, понимаю, что это сложно, почти невозможно быть к такому готовым, но надо понимать, что оно будет и не поддаваться на мысли о том, об апатии, об отчаянии, о том, что все пропало. Нет, ничего не пропало, все нормально. Помните, Путину сейчас вообще, конечно, нужно перемирие, нет хорошей жизни. Если бы все было хорошо, у него замечательно, если бы его войска стремительно наступали, шли вперед, разбрасывая, как кегли украинских военных, то он бы никакого перемирия и не просил бы. Нафига ему тогда перемирие? А он просит, значит, все не так плохо, не так хорошо у него идет. В ближайшие пару месяцев он будет, кстати, давить, я думаю, не только на Украину, но и на Запад. Запад, потому что там тоже есть на кого надавить, нельзя поддаваться. Очень важно, чтобы Запад не дрогнул, потому что от Запада идет большое количество помощи Украине, как финансовой, так и моральной, так и экономической. И военной, конечно, тоже нельзя забывать. Я думаю, что Запад не дрогнет. Но Путин будет сильно очень давить. Запад не дрогнет, потому что поддержка Украины там очень высока. Но расслабляться нельзя, поскольку на Западе много людей тоже, которым все надоело, которые хотят любого перемирия, чтобы снизились цены, чтобы упала инфляция, чтобы начался нормальный человеческий экономический рост, чтобы зимой не было риска замерзнуть без российского газа, ну и так далее. Особенно много таких людей в Германии, которая, к сожалению, в последние десятилетия стала, ну, почти полностью зависимой от поставок российского топлива, ископаемого того же газа, той же нефти. И именно по немцам сейчас Путин, похоже, собрался бить в этом смысле. На этой неделе Газпром начал рассылать своим покупателям в Европе предупреждение о форс-мажоре, так называемом. Что это там имеется в виду? Там сказано в этом письме, что из-за западных санкций, на которые Газпром не может никак повлиять, это не его вина, он, то есть Газпром из-за этих санкций, не может выполнять свои обязательства по поставкам газа. Имеется в виду, что все покупатели, скорее всего, полностью перестанут получать газ из Российской Федерации уже в самом ближайшем будущем. Вентиль будет закрыт буквально вот прям на 100%, полностью перекроет. Помните, кстати, историю с турбиной немецкой, которая работала в России на Северном потоке-1, потом ее отправили в Канаду на завод Симменса на обслуживание, и потом начались санкции, и Россия потребовала вернуть турбину, а Канада сказала, не можем вернуть, потому что у нас санкции. И Германия тогда начала выкручивать руки Канаде, требовать от Канады вернуть эту турбину, потому что Германия была уверена, что после возвращения турбины Россия возобновит поставки газа. Кстати, поставки газа должны возобновиться уже послезавтра, 21 июля. Вот посмотрим, кстати, кто, кажется, прав. Я уверен абсолютно, что даже после возвращения этой турбины туда, в Ленинградскую область, где она находится, где она там на какой-то газокачке там находится, так вот, даже тогда Россия не возобновит поставки газа. Я думаю, что немцы вообще абсолютно зря нарушили свои же собственные законы, свои же собственные санкции, более того, они вынудили Канаду нарушить санкции, ради того, чтобы Владимир Путин получил эту турбину, и более того, Путину сейчас нужна еще бумага, в которой написано, что мы возвращаем вам турбину, поскольку санкции наши оказались полной фигней, и мы не готовы свои собственные санкции соблюдать. Путин не оценит немецкой настойчивости в турбинном этом деле. С этим форс-мажором, собственно, получается вот, что немцы в лепешку просто расшиблись, чтобы вернуть эту турбину из Канады, а Путин над ними посмеялся и сказал, какие же вы жалкие, слабые, трусливые ничтожества. Газа вы от меня все равно не получите. Вот так вот. Я думаю, именно это произойдет 21 числа. Я уверен, что никакой газ не пойдет. Вы знаете, я даже буду где-то рад, если Путин вот так сильно унизит немцев, я думаю, что будет им, наконец, наука немцам, что нельзя заключать с Владимиром Путином вообще никаких договоренностей, все равно он кинет. Может быть, с этого раза они хотя бы поймут, что ситуация именно такая. Но перемирие, как вы понимаете, для Путина остается главным. Я сейчас думаю, что Путин будет адски давить на Германию, требуя от нее сказать, ладно, так и быть. Турбину вы нам вернули, хорошо, но все-таки, все-таки, газ пойдет только тогда, когда мы заключим перемирие с Украиной. И сейчас, я думаю, Германия начнет сильно давить на Украину. Возможно, возможно, я ошибаюсь, посмотрим. Но, понимаете, вот то, как Германия выкручивала руки Канаде насчет этой турбины, так я боюсь, что Германия может попытаться провернуть ту же операцию с Украиной. Потому что немцы очень боятся остаться без газа. Правительство Олафа Шольца находится, ну, там, в близком к паническому состоянию. Поэтому, к сожалению, все может быть в этом смысле. Надо нам к этому быть готовыми и ни в коем случае не соглашаться ни на какое перемирие. Дальше. Владимир Путин тем временем ищет себе новых друзей в Иране. Он туда отправился на встречу с иранским президентом Рейси и с Ибрагимом Рейси и с турецким лидером Реджепом Тейпом Эрдоганом. Втроем они там собираются что-то такое непонятно обсуждать. Точнее, плюс-минус понятно, что они собираются обсуждать. В Тегеране они хотят говорить о возможности создания новых транспортных коридоров, которые будут никак не зависеть от Европейского Союза, от Европы, вообще от Запада. И, конечно, Турция хотела бы получать товары, грузы, всякое такое из Ирана, наверное, напрямую, из Аравийского залива даже, наверное, из Индийского океана, минуя Средиземное море. Я думаю, Турция была бы не против. То же самое Россия хотела бы через Каспийское море из Ирана получать. Ну, а Иран, конечно, в свою очередь, хотел бы помощи в уходе из-под западных санкций, которые на него наложены уже лет так 40. У Турции вообще есть идея серьезным образом нарастить свое влияние в этом регионе, стать доминирующей страной. Поэтому Турция сейчас закидывает удочки всем. И Украине, и России, и Ирану, и арабским странам. Кстати, в Ливии Турция, например, очень активно. То есть Турция очень-очень сейчас активно пытается расширить зону своего влияния. И на Кавказ, кстати, тоже с Азербайджаном турки очень активно ведут переговоры сейчас обо всем. И вообще дружат прям аж невозможно. В общем, вот три этих лидера, три, можно сказать, диктатора собираются что-то такое антизападное организовать в плане логистики. В общем, я так понимаю, они хотят, чтобы вот эта точка, где сходятся Иран, Турция и Россия, точнее, не точка, наверное, регион, наверное, правильно сказать, чтобы стал таким пересечением, логистическим, новым центром, важным для всего мира товарным. Для Ирана и России, конечно, прямая заинтересованность, поскольку они остались под санкциями, и им нужно как-то торговать. Это первое. Второе, конечно, беспилотники. Для Владимира Путина сейчас, любого, почитайте, ватного военного обозревателя, все они в один голос кричат, стонут, плачут, что не хватает беспилотников для нормальной работы артиллерии. И сейчас вроде бы иранцы готовы предоставить Российской Федерации три сотни иранских копий американских беспилотников. Что это такое? Это беспилотники, которые иранцы в свое время где-то подбили, они упали на их территории, иранцы скопировали и сказали, что вот у нас такие же, типа, риперы, такие же, там, не знаю, предатары, как у американцев. На самом деле, конечно, фанерные копии, они ничего общего, кроме формы внешней с американскими беспилотниками не имеют, но для Владимира Путина и такие сойдут, потому что сейчас вообще никаких нет в России, и ему бы хоть такие. Россия, конечно, хотела бы получить от Ирана беспилотники эти, потому что других у нее вообще нет, но американцы уже пригрозили, что в случае отправки иранских беспилотников в Российскую Федерацию, Иран подвергнется новым сангенсам, и плюс иранцы могут навсегда забыть о так называемой ядерной сделке, которая нормализует хотя бы отчасти отношения Ирана и Соединенных Штатов, и позволит Ирану открыто, спокойно торговать своей нефтью на мировых рынках. В общем, для Ирана это такая обоюдоострая история с этими беспилотниками. С одной стороны, они, конечно, хотели бы помочь братскому подсанкционному российскому режиму, с другой стороны, я думаю, иранцы тоже не дураки, они понимают, что в общем нет никакой гарантии, что Владимир Путин надолго задержится во власти, и поэтому, во-первых, он старый просто, во-вторых, его режим уже так выглядит не очень крепко, и поэтому, я думаю, иранцы, наверное, все-таки решат не ссориться полностью с Украиной и обрубать все мосты, сжечь все мосты с американцами ради того, чтобы хоть немножко помочь Владимиру Путину в оккупацию украинской территории. Кроме того, кроме всего прочего, конечно, Владимир Путин хотел бы обсудить с иранцами варианты ухода из-под санкций и продажи нефти на мировых рынках, потому что иранцы этим, в этом, так сказать, набили руку, они уже 40 лет, как я сказал, под санкциями живут, и они уже научились так и самыми разными способами торговать своей нефтью, несмотря на американские санкции, но тут важный какой момент, иранцы, как вы понимаете, тоже торгуют в основном нефтью, им нафиг не нужен конкурент в лице еще более дешевой российской нефти, потому что иранцам в этом случае и свои цены на нефть придется и без того низкие опускать, поэтому, конечно, я не уверен, что иран согласится прям сильно помогать Российской Федерации в вопросе ухода из-под американских санкций, касающихся нефти. В общем, сейчас, кстати, еще надо сказать, на самом деле Турция тоже здорово может рисковать в этой всей конфигурации, почему? Потому что американцы, как бы Турция находится, Турция это единственная страна, которая не находится под жесткими американскими санкциями из этих трех, да, но могут эти санкции быть введены, если турки реально начнут какие-то совместные большие проекты с Российской Федерацией и Ираном, двумя наиболее ненавидимыми американцами странами, я думаю, что в этом случае американцы вполне могут сказать, ну, если вы помогаете туркам, если вы турки помогаете Ирану и России, то тогда мы вынуждены будем санкции и против вас вводить, бог его знает. Ну, и давайте очень коротко скажу еще о визите Джозефа Байдена на Ближний Восток, он там съездил в Израиль, в Израиль произнес все необходимые слова о том, что поддерживает Израиль и ни за что никогда не допустит появление как раз у Ирана ядерного оружия. Не очень понятно, как он собирается это делать с помощью, если американских вооруженных сил, то это чревато достаточно серьезной войной на Ближнем Востоке, еще одной, а Байден сам говорил, уже будучи в Саудовской Аравии, что наступила, точнее, закончилась эра постоянного военного наземного присутствия, наземных войн, которые вела Америка в этом регионе. То есть, с одной стороны, он говорит, что мы не собираемся никакие войны вести, с другой стороны, он говорит Ирану, что если вы начнете мастерить ядерную бомбу, то вы, значит, порогам получите. Еще что важно, конечно, главной задачей Байдена во время его визита на Ближний Восток была договоренность с ненавидимым им Мухаммедом бен Салманом, кронпримсом Саудовской Аравии, о том, чтобы Саудовская Аравия нарастила поставки нефти. Саудовская Аравия сказала, что подумает и, возможно, к 27-му году немножко увеличит поставки нефти. То есть, главная задача визита Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию выполнена не была. Надо честно это признать. К сожалению, я надеялся на то, что они договорятся, но не договорились. Это надо признать. Действительно, Саудовская Аравия не собирается увеличивать каким-то серьезным образом поставки нефти на мировые рынки. И это, к сожалению, сыграет на руку Российской Федерации Владимиру Путину. Вообще, конечно, надо тут, я всякие распоминаю ситуацию, что помните, когда по приказу Мухаммеда бен Фалмана был убит оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашабджи. Его тогда заманили в консульство саудовское в Стамбуле. Там его задушили, тело его разрезали на куски и эти куски растворили в кислоте и потом кислоту эту с растворенным с ним телом вылили в канализацию. Таким образом, от журналиста в буквальном смысле не осталось вообще ничего. Так вот, все это было сделано по приказу Мухаммеду бен Салмана. Люди, которые, то есть, как бы в мире все это сразу поняли, что это он сделал и с ним просто отказались. Была какая-то встреча большой двадцатки или что-то такое. Никто не подошел к Мухаммеду бен Салману в этот момент, потому что, ну, как бы этот человек очевидный убийца, кроме Владимира Путина. Владимир Путин подошел, дал ему хай-фай, вот так вот, давай пять, посмеялись, они что-то побалагурили. Как раз в этот же самый момент примерно Владимир Путин о чем поговорить. Так вот, я к тому, что, да, а Байден в этот момент называл кромпринца саудовского убийцы и сказал, что мы сделаем из этой страны всеобщего изгоя во всем мире, то есть, никто в мире не станет в Саудовской Аравии вести никаких дел. То есть, таким образом, да, саудовский кромпринц отомстил Джозефа Байдена и помог Владимиру Путину, как говорится, вот такой вот у них, такая дружба двух диктаторов случилась. Ну, еще одно важное, важное следствие, поездки Байдена. Он попросил Объединенные Арабские Эмираты не помогать Российской Федерации уходить из-под западных санкций. Саудиты, не Саудиты, извините, Эмиратцы пообещали подумать, но на самом деле не очень понятно, чем это все кончится. В общем, неудачно Байден съездил на Ближний Восток. По большому счету, его, так сказать, поимели и выкинули. Выглядело это все довольно жалко, довольно неприятно. И, ну, у меня сложилось, знаете, какое впечатление? Такое, что сейчас и арабы, лидеры арабских государств, и израильтяне, они, в общем, ждут, пока Байден уйдет с арены, потому что видишь, старый, уже мало чего соображающий дядька, они хотят, чтобы он уже там спокойненько ушел на покой. И реальные какие-то настоящие дела, серьезно, они будут делать уже со следующим президентом Соединенных Штатов. Они считают, что этот уже ни на что не годится, и все. Пора ему, кстати, на пенсию. О чем с ним договариваться, не очень понятно, потому что он, блин, через две минуты забудет, с кем вообще договорил, на какую тему и о чем вообще договаривался. Поэтому, конечно, у Байдена, да, не лучше времена, если бы он стал президентом лет так 20 назад, все было бы зашибись. Но сейчас уже не лучше его форма, и это совсем, поэтому все его эти международные поездки, визиты, выглядят чем дальше, тем более жалко и неприятно. Ну, и последнее, что я хочу сказать. Все, наверное, видели ролик, снятый российским телевидением, о том, как за убитого в Украине российского солдата, выплатили деньги его родителям, и родители купили на эти деньги машину, и довольно несчастливо катаются на этой тачке, из чего, вот как мне понравилась шутка, скоро следует ждать по всей России на этих машинах надписи. Такие, помните, было спасибо деду за победу, а сейчас будет спасибо сыну за Калину. Такая вот история. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ, если вам было интересно, ставьте лайки, конечно, подписывайтесь на мой канал, на канал Радио НВ, да пребудет с вами сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, вот тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова